Ребят, ну не сразу же он взлетел. Долго его канал был на одном месте и, в общем-то, не особо много было просмотров, но он всё равно ходил к бабе Ане, не переставал туда ходить. Он носил ей кушать, там с вещами разбирался, хлам убирал, выносил. Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале «Делающий добро» и обсудим ситуацию с бабой Аней. Вы знаете, я хочу, наверное, поговорить на такую тему, что правильно или неправильно Мансур относится к бабе Ане, и всё ли он делает так или всё не так. И, знаете, вот я вернулась к старым видеороликам, где у него было совсем мало подписчиков и просматривала их, наблюдала, что он делал, как он поступал. И хочу, знаете, высказать своё мнение. И чтобы это не выглядело так, что «Ой, Оля, ты там прыгаешь туда-сюда, то одно требуешь, то другое», я всё-таки хотела рассмотреть не Мансура, а больше бабу Аню и, конечно же, дела Мансура. Тогда у него было совсем мало подписчиков. И, тем не менее, он же не переставал ходить к бабе Ане и приносить ей покушать, разбирал то барахло, что у неё там было, что-то выбрасывал, что-то выносил, обманывал её, но всё равно он, заметьте, что он заботился о ней. И я вспоминаю те моменты, как он её уговаривал помыться, элементарно говорил, что нужно помыть голову, что сейчас принесу воды, мы с вами согреем её и будем мыть голову, потому что могут завестись вши. И я помню, как она кричала «Нет», как она всё время отговаривалась, как он подарил ей этот майдадыр, и как он её постоянно заставлял руки мыть, элементарно, что она не хотела даже мыть руки. И вот, знаете, сейчас требуя, да, такого от Мансура, что Мансур, завези её в баню, завези её в баню, я вот думаю, блин, вот а как ему и правда это сделать? Вот требуем чего-то такого, которое, ну, блин, действительно сложное. Но вот как её заторобанить в баню, когда она не может элементарно руки помыть, да? А что говорить уже про баню? И да, она действительно сама по себе, вот она считает, что уже мыться не нужно, она считает, что всё нормально. И даже если вот вспомнить, да, не такие большие он деньги получал, чтобы вот ходить к ней, да, заботиться о ней. И вы представляете, вот какой у неё всё равно в доме там стоит запах. Когда он приходил, помните, с парнем, и баба Аня спросила, что, а где, ну, там тот товарищ, а что Мансур ответил? Что он там ждёт на улице? И дал понять, блин, ну, зрителям, да, ну, мне лично было понятно, что он не стал заходить в избушку, потому что, ну, запах там неисприятный. И что вы думаете, что Мансуру это так прям супер-пупер приятно? Приходить туда, нюхать старого человека. Понятно, что это контент, но не такие огромные деньги тогда он получал, когда у него совсем маленькие просмотры были. У него было всего лишь 14 тысяч подписчиков. И, слушайте, ну, ради, да, каких-то копеек, ну, уходить к пожилому человеку, да, вот всё вот это вот делать постоянно, брать на себя каких-то других сложных героев. Ну, правда, хотелось бы ему или нет. Но то, что вот он, да, много недоговаривает, много мыслей своих сформулировать не может правильно, из-за этого вот постоянно какая-то путаница. Относительно одеяла, так одеяло у неё тёплое есть. Да, был момент, но куда-то оно уже исчезло. Либо тоже баба Аня сама себе на уме и хитрая где-то сложила для внучки. Ну, либо не для внучки, а просто, знаете, вот как сложила и убрала. Сейчас она опять была в каких-то непонятных штанах, которые она то подтягивала, то где-то подвязывала. И говорит, похудела, с неё всё летит. Вот где те тёплые ритузы, которые были на ней? Тоже непонятно. Могла просто их снять и куда-то убрать. И не обязательно там это всё отдать Алинке. А вот у пожилых людей так всегда. У меня мама даже, вот, да, бывает, я ей принесу какой-то тёплый свитер, да, свой там на меня, может, там, маловато или что. Добротный, хороший, качественный. Мама положит. Мам, ты почему не одеваешь кофту тёплую? Пусть потом. Мама, когда потом? Потом я тебе другой подарю. Одень этот. И это не значит, что она этот свитер хочет отдать мне, ведь я его ей дала. То есть вот так вот какая-то вот, наверное, жалость к вещам или, может быть, как-то, ну, не знаю, но вот у пожилых людей что-то такое есть. Тем более, что вот баба Аня, она сама по себе вот такая вот непредсказуемая. Она тоже, она и забывает, но она ещё и хитрит. И поэтому тут ещё осторожно надо быть. Ещё мы не знаем, что там внучка со снохой ей в уши вкладывает. Мы тоже это не знаем. Возможно, это тоже даже не знает Мансур. И помнится мне, тоже писали в комментариях, что как только Мансур уходит, ещё тогда, по-моему, снега не было, баба Аня уже бодренькая и идёт дальше по мусоркам ходит. Вот я, кстати, заметила, у неё там что-то опять новое в избушке висело недалеко от печки. Какое-то пальто. Или оно там было у неё, или оно опять появилось. И вот, знаете, ещё её невозможно понять. Не всегда, да. То она не помнит, то она помнит, то деньги положила, и кто-то спёр, оказывается, деньги не получала. Ну, и знаете, вот то собаке у неё 40 лет, или там 30, то ещё что-нибудь. Вот она либо сказочница, либо просто она не помнит. Она очень ещё, знаете, такой сложный человечек. И поди с ней справься. Да, Мансур много недоговаривает. И не в том плане, что он там что-то скрывает. Ну, видимо, из-за своей неопытности. И он не может иногда всё объяснить. Как с Людмилой. Да, цирроз есть, цирроза нет. И непонятно, что к чему. Правда, то же самое и с бабой Аней. И единственное, что уже просто хочется, да, чтобы её и правда как-то переселили в другой дом, да. И может уже как-то её жизнь улучшится. А уже, знаете, такие мелкие какие-то претензии к помывке я, да, подумала-подумала. Блин, думаю, ну вот привязали с ним, помой, помой. Ну, вот правда. Как ему это сделать? Ну, ладно, там есть бабушка, бабушка может уговорить. Ну, вот она все дни, да, как она нагнувшись вся вот так вот ходила, что встать не могла, а Мансур подавал ей есть. Либо она правда там где-то под себя сходила, либо что, да. Но она же не встанет и не скажет, Мансур, я отписалась, откуда ему знать. А возможно же и такое, ребят, возможно же и такое, да. И всяко может быть, ну вот как ему взять силы её усадить в машину и повезти мыться, когда этот человек руки ленится помыть. Много есть старых видеороликов, где очень много вот, многое видно из характера бабы Ани. Что у нас сложно, что она непростая. И это же Мансура канал. Ну, прям вся семья сейчас приедет и будет возиться с бабой Аней. Поэтому, ну, блин, как-то что-то всё решится. Да, спешим, да, хотим, много хотим. И даже, да, написали, что вот доброделы и то бабу Галю в баню возили. Ну, тоже уговорами, неуговорами возили. Но, знаете, баба Аня, она хоть такая вот позитивная такая, что и рассмешит, и за живот держишься со смеху с неё. Но мне порой кажется, что она вот по характеру всё-таки сложнее, чем баба Галя. Та хоть каким-то криком брала, а эту не поймёшь. Эту не поймёшь что и как. И поэтому, ну, блин, пожилые люди, они такие сложные. А мы тут прям готовы все бочки, все выбросить, ну, на Мансура. Ну, и относительно медицины. Я уже говорила, да, что вот тоже тянул, тянул, тянул с Людмилой. Ну, тянул, ну. Но, слушайте, это не Европа, это Казахстан. И я здесь даже не могу рассуждать, потому что я живу в Беларуси. И я смотрю канал Мерзабека, вижу ту же историю со Светланой. И тоже, как она плачет и корчится от боли. И толку, скажем так, ну, никакого нет. Поэтому вот порой не понимаешь, что и как сделать для того, чтобы помочь человеку. Нам действительно проще всего обсуждать, да. Где-то что-то ковырять, что-то выискивать. Ну, не знаю, или я такая, которая постоянно ищет что-то хорошее, что-то доброе. Но вот почему-то я вот так вот думаю. Потому что, наверное, вот вернулась к тем старым видеороликам с Бабой Аней. Задумалась, вспомнила этот Майдадыр. Вспомнила, как он ей хотел голову помыть. Тут вы мне про одеяло это тоже подсказали. Ну, тут очень реально сложно. Но Мансуру надо научиться правильно говорить на камеру. Да, это, знаете, от того, что он казах, и он больше, наверное, дружит с казахским языком. И ему сложнее что-то объяснить, что-то рассказать на русском. Но это нужно делать для того, чтобы всё было доступно людям. И чтобы все могли понять его. И если нет цирроза, то не нужно говорить, что есть, чтобы как-то это усугубить. И, наверное, разжалобить людей. Говорить об этом не стоит. Всё должно быть чётко, прозрачно. Чтобы все всё понимали. И чтобы не было вот таких недопониманий. Ребята, у меня всё. Я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Ну, и, как всегда, каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну, и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.